Из гавайского вулкана Килауэа, одного из самых активных в мире, продолжает течь лава. Она уже уничтожила не менее 35 домов и построек. Вулкан находится на востоке острова. Извержение произошло в прошлый четверг. В регионе также зафиксировали серию подземных толчков, самый сильный из которых был магнитудой 6,9. Открылось несколько новых вулканических трещин. Лава вырывается фонтанами вверх на высоту до 70 метров. Около 2000 местных жителей получили предписание эвакуироваться. Помимо лавовых потоков опасен также серный газ, сочащийся из трещин. Впрочем, в светлое время суток людям разрешают возвращаться в дома. Многие спешат забрать домашних животных, лекарства и документы. «К счастью, у нас есть запас времени. Есть возможность пустить жителей домой, чтобы они смогли лучше собраться. Процесс проходит успешно и продолжится в ближайшие дни». Впрочем, эвакуироваться согласились не все. Дом Сэма Нокса находится в нескольких сотнях метров от лавового потока. Но он надеется, что он его не затронет. «Не хочу в убежище, потому что там много народу. Им следовало бы предоставить каждому номер в отеле». Местные жители, кто постарше, к активности киловое, привыкли. Но интенсивность нынешнего извержения удивила даже их. «Это было невероятно громко. Он дымил, ревел, гремел. Из-под земли вырывались камни. Эта территория заполнилась лавой где-то с шести до девяти часов утра. То есть понадобилось три-четыре часа». «Это сюрприз. Мы привыкли, что лава стекает в сторону Калапаны. Но сейчас всё происходит быстрее, чем обычно. Жить здесь – постоянный риск, и на него соглашаешься ради всей этой красоты. Это вулканы. Просто нужно помнить, что живёшь на активном вулкане. Я люблю это место». Шерил Гриффит раньше жила в городе Калапана, который вулканическая лава полностью уничтожила около 30 лет назад. Это произошло в течение года. А в 2014-м поток лавы сжёг дом и кладбище в городке Пахоа. Редактор субтитров А.Семкин